Истец требует возмещения материального ущерба. Хочет вернуть деньги, потраченные на снятие порчи, наложенной бывшей женой. Ответчик иск не признает. Слушаю, дело открыто. Ваша честь, я требую, чтобы моя бывшая жена вернула мне 900 тысяч рублей, которой я заплатил профессиональной ведуньи за то, чтобы она сняла с меня порчу, самое главное, и вернула мне мою мужскую силу, проще говоря, потенцию. Мозги заодно. А жена-то при чем здесь? С женой мы прожили в браке 27 лет. У нас двое детей, живут они отдельно. Последние, грубо говоря, лет 6 сексуальной жизни нет вообще никакой. Очень редко, тускло, уныло, и буквально год назад, как гром среди ясного неба, я знакомлюсь с молодой женщиной, 27 лет, красавица, сексуальная. Я вот как сумасшедшая, я вот ее хочу постоянно. Точно так же, как сыну твоему, 27 лет. О чем бы мы с ней не разговаривали. И она отвечает мне взаимностью, ответила уже. Мы вот с ней как сумасшедшие, вот мы вот с кровати буквально часами можем не вылазить. Все, жизнь у меня вот просто заиграла, забурлила. Новыми красками. И это уже где-то в районе года происходит у нас, вот эта вот жизнь. Я как честный человек предложил Галине, ее зовут Галина, сделал предложение ей для... А Олесе, моей бывшей жене, я сказал, что мы расстаемся. И так как квартира... Пошла вон, ты сказал. Ну, это... На улицу. Это с твоей точки зрения. Это с твоей точки зрения. Квартира эта моя внебрачная. Я там уже жил, когда мы познакомились. А я там двух детей родила и вырастила. Мне надо с Галей где-то жить. Я Олесе сказал, чтобы она освобождала помещение. Ну, не прямо вот собралась и ушла. Ну, постепенно. И куда же она должна уйти? Есть ей куда пойти. Она же собрала уже и вещи, и все. Я не собрала. Вы меня выгнали вместе с вашей мамой. Дело, по большому счету, вот в чем. Она навела на меня порчу. Вот что самое главное. Из-за этой порчи есть доказательства, что порча была... Да это тебе внушили это, что порчу тебе навезут. Это хорошо. Моя мама посоветовала мне обратиться к профессиональной ведунью. У нее квартира есть. В магический салон. У нее... Она ведунья уже в десятом поколении. Да я наряжусь и тоже буду. Она сказала, что она в состоянии... За такие деньги. И она снимет обязательно с меня эту порчу. Ваша честь, понимаю, дорого. Ведунья запросила 900 тысяч рублей. Но, учитывая то, что сильная порча, это будет пять почасовых обрядов, в течение которых она снимает порчу. Она отдаст много сил. Она не сможет работать. 900 тысяч рублей. Я ее заплатил. Я потратил почти все свои сбережения. И считаю, что это несправедливо, что она навела на меня порчу. Есть доказательства. Через день, как она съехала, собрала вещи и съехала, ко мне пришла прибраться в квартире моя мама. Она понаходила массу всяких магических вот этих ритуальных какие-то все, какую-то землю, какие-то перья. Это все, чтобы навести на меня порчу. Может быть, просто не убирались долго, а? Да нет, Ваша честь. Это прямые доказательства. А смс-ки? Смс-ки приходили с таким текстом. Мы с тобой давно жили по привычке, а с Галей я молодею душой и телом. У меня к ней такая страсть, мужская сила, как в 17 лет. Ответ. Это твоя мощь и сила в 17 лет закончится максимум через неделю. И больше уже не вернется никогда. Вот и видишь. Вот. Вот эта вот неделя, это ключевое слово. Потому что она съехала, мама пришла убраться, понаходила эти артефакты. Приезжает Галя, мы с ней живем, все нормально. И с каждым днем я чувствую, сила утихает. И через неделю вот прям полный... Все. Потенция исчезла. Может быть, просто зачастили. Как она и говорила. Да не может быть такого совпадения. Как она сказала, через неделю все исчезнет. Так вот оно и получилось. Достаточно. Вам слово. Ваша честь, я не наводила никакой порчи. И это бред полный. Мой бывший муж Виталий, просто вот, ну, не тот, кто с ума сошел. Ну, я понимаю, ну, не до такой же степени быть наивным и быть под влиянием своей мамы. Причем здесь мама Галя. Нет. Галя это, ну, потом. Ну, мама ему это все внушила, что я буду наводить. Оно мне надо, как говорится, на себя грех наводить. Мы с ним прожили 27 лет. И нормально жили. Двое детей. Это тоже не с неба они свалились. Наверное, под какими-то, после каких-то процессов проходило. А то, что я сейчас уже не такая, как Галя. Виталий, он всегда был очень простодушным, добрым человеком. Я его за это любила. Но он при этом наивный и очень внушаемый человек. Да уж какой наивный. Из квартиры вас выгнал. Где живете-то сейчас? Снимаю. Пока есть средства, снимаю. Снимаю в коммуналке комнату. Ну, и, конечно, его это не волнует. Понимаете? Меня выставили как отработанный материал. Я после этого должна подойти и еще сказать, ой, да я так тебя рада, что у тебя такая там повысилась потенция пятое-десятое. Это медицина. Ну, ему 55 лет. Даже при любом раскладе он никак не станет 17-летним. Итак, никакой порчи не было, да? Никакой порчи не было. Я просто ему писала, что он опомнится. Ну, зачем? Встретил он Галю. Да, у него повысилась его мужская сила, как он объясняет. Я понимаю, что молодое тело, красивое. Но ей-то от него... Откуда взялись артефакты? Я сейчас объясню. Из-за того, что молодая девушка, ему меньше возраста не стало. Ему как было 55 лет, так и... То есть песок из него сыпется? Ну, я об этом хочу сказать. Это порча. Он думает, что Галя будет за ним песок себе, это, подметать ходить с совочком. Поэтому я и писала смс, что ты пожалеешь, но поздно будет, потому что я уже не смогу его принять. Я не смогу его простить до такой степени. А артефакты, я скажу, его мама чокнутая на этих мистических обрядах. Она по этим салонам, по каким-то... Вот эту Элону или кого-то там, они знают. Да я не собираюсь за эту глупость, за дурь платить, за вашу глупость, за вашу наивность. Какие-либо другие доказательства у сторон имеются? У меня вот доказательства. Еще какие-либо доказательства имеются? Мне кажется, этого вполне достаточно. Артефакты. А вы, здесь написано, что свидетель у вас есть. Свидетель, да, есть. Это моя мама. Ты хотел бы меня спросить, просто, прежде чем платить деньги. Очень хорошо. Он бы меня спросил. Делал я или не делал? Свидетели ставы, идите. Она все подтвердит, она хорошо и разбирается в этих делах. Из всех делах. Да, здравствуйте. Сафонова Юлия Семеновна, его мама. Да, Юлия Семеновна, здравствуйте. Вы знаете, я точно уверена, что на моего сына на Эле порчу. И сделать это могла только моя бывшая невестка. Она ведьма. Она либо сама сделала этот заговор, либо пригласила более сведущего и сильного курина. А что, Олеся Петровна всегда была ведьмой такой? Все 27 лет совместной жизни? Особенно, когда дети рожала вам, внуков ваших, тогда была ведьмой? Я считаю, что она ведьма. Еще 27 лет назад, когда они женились, ее бабка по пьяни проболталась мне, что она является ведьмой. Может, это вы были выпьемши? Вам почудилось? И что этот дар передается у них по женской линии из поколения в поколение. А когда бабка умирала, моя невестка к ней поехала проститься. Глупости какие-то. Бред несете. Бабка там и передала ей этот дар. Сил нет больше слушать эту мерзость. Я сколько раз говорила сыну, уйди ты от этой ведьмы, найди себе хорошую женщину. А он мне все не верил. Думал просто так. Вот и потерял свою мужскую силу. А теперь не только нужно. А вы-то зачем так заботитесь о мужской силе своего сына? А как же без этого? Он еще молодой. Ему всего 55 лет. У него вторая жена. И будет жить с ней счастливо. А как же иначе? Она будет с ними жить, если он ее не пропишет интересно в квартиру. Будет, будет. Да? Да. Да ей квартира нужна вашего сына, а не он. Посмотрите, он у него лысину во всех сторонах. Господи, какая наивность. Какие-то еще доказательства есть тому, что ответчица, кроме того, что вы сказали, что бабушка вам что-то там передала? Обязательно есть. Какие еще? Я принесла. Вы знаете, моя бывшая невестка, когда съехала, я пришла к сыну сделать уборку. И вот, что я там обнаружила. За тумбочкой и под ковром. Передайте мне. Я нашла шесть заговоренных иголок. А по углам комнаты, где молодые планировали устроить себе спальню, перья куриные, голубиные, тоже явно заговоренные. Мало того, под подоконником была рассыпана земля. Эта земля явно кладбищенская. С вашего богиного. Оставьте себе. Ваша честь, Ваша. Да еще и пепел. Ваша честь, можно я все объясню? Когда меня буквально выставили за дверь, естественно, я не была в очень прекрасном настроении, очень нервничала, съезжая. Я, конечно, ему написала смс, что он пожалеет, что он опомнится, время пройдет, как он сейчас говорит, у него там все хорошо. Все встанет на свои места, но попозже. Я съезжала, да, я нервничала, у меня буквально все валилось из рук. Шкатулку я уронила. Ну, буквально, моя шкатулка, там несколько иголок, там нитки всякие, ну, для шитья. Я увидела, что я подняла, что не увидела, может быть, что-то, там-то иголки, просто мелкие. Я спрашиваю вас, вот это ваша подушечка? Не ваша? Цветы. Не оставляли? Нет. Перья оставляли? Ничего я не оставляла. Понятно. Покурила только. Суд удаляется для принятия решения. Далее в программе. Я бы вам очень рекомендовала. Пробовать? Не пробуйте. Я отвечаю за свою работу. А вы знаете, а я попробую, пожалуй. Девушка начала печь тортики на заказ и перешла дорогу частному магазину. Чем закончился жестокий конфликт конкурентов, узнаем в суде. Это справка о доходах физического лица. 0,0. Так значит, он тунеяльц, а не инварика. Тунеяльц. Чтобы жених был красивым на свадьбе, невеста купила ему вставную челюсть. А он подарок принял но в ЗАГС не пошел. Зачем беззубый обманщик обещал жениться? Узнаем в суде. И вот эти перья, что, я их сам принес? Да мама ваша принесла. А я откуда? А я откуда? Вот делать тебе больше нечего. Да что бы больше убедить своего сына? Кто у вас, он семнадцатый летний? Сама ведьма и весь рот твой. Ведьминский такой. Это порция, наверное. Да не наводись его на меня Не может быть, что все было прекрасно. Вот раз тебе все. Все потухло. Не может такого быть. Я только ладно теперь. Оглашается решение суда. Вот все то, что вы здесь мне рассказали, свидетельствует о том, что, в том числе, кстати, и ваши деяния по квартире в отношении своей бывшей жены, свидетельствует о том, что вы действовали по мнению суда недобросовестно и злоупотребляли правом. И то, что рассказывает свидетель, ваша мать, суд относится к этим показаниям свидетеля критически. Правовых оснований для удовлетворения ваших неосновательных требований отсутствуют. 900 тысяч рублей в этом суде не видать вам. Как своих ушей. Окончено слушание дела. Решение суда. В иске отказать. Я Гаве пообещал шикарную свадьбу сделать праздник. На снятию порчи отдал почти все свои сбережения. Ничего, возьму кредит, займу, праздник будет. Я еще раз убедилась, что мой бывший муж просто недалекого ума человека. Ему надо было не к виду ни 900 тысяч нести, а идти к нормальному урологу. И, может быть, у его счастья было бы и в дальнейшем. Вы уверены, что никому ничего не должны? Я ему ничего не должен абсолютно. А может быть, кто-то не торопится возвращать деньги вам? Я этому ублюдку никаких денег я не верну. В этом суде каждый получит свое. Вы просили сделать по закону, я сделал. Дела судебные. Деньги верните. Работаю я один в семье, а полмиллиона накопила моя теща. На нашем телеканале. Истец хочет взыскать упущенную выгоду и возместить причиненные ее магазину убытки. Ответчик исковые требования не признает. Утверждает, что не считает себя виновной, а значит, и платить не обязана. Вам слово. Ваша честь, я требую, чтобы ответчик возместил мне ущерб в размере 75 тысяч рублей за то, что мой магазин вынужден был прекратить свою торговую деятельность на целые сутки, а также, чтобы ответчик возместил мне деньги, потраченные на дезинфекцию помещения в размере 9,5 тысяч рублей. Дело в том, что ответчик занимается изготовлением кондитерских изделий у себя на дому, в то время, когда у меня есть небольшой свой магазин и пекарня при нем. Периодически ответчик приходит ко мне в магазин и раскладывает свои рекламные визитки у меня вот на рекламной стойке. Это неправда. Однажды я застукала за этим делом и попросила, чтобы она больше так не делала. Она стала истерить, скандалить, пришлось просто выводить с охраной. А через несколько дней произошел просовопиющий случай, я никогда еще с такими сталкивалась. Ответчик пришла ко мне в магазин, купила какие-то продукты и торт. И когда уже все это было пробито на кассе, она стала кричать, чтобы мы вернули ей деньги за купленный торт, поскольку у нас в торте тараканы. Вы можете себе представить, тараканы, я 10 лет занимаюсь торговой деятельностью, мы очень щепетильно подходим к этому процессу. Люди, которые находились в этот момент в торговом зале, видя всю вот эту вот сцену, естественно, не стали покупать продукты, и в этот день мы ничего не продали. Убытки 75 тысяч рублей, поскольку это средняя выручка ежедневная, средний доход. Это не убытки? Это неполученная прибыль? Ну, неполученная прибыль, да, которую я должна была получить в этот день. Это не прямые убытки, а убытки были? Во-первых, дезинфекция помещения 200 квадратных метров. Вы же говорите, не было тараканов. Дело в том, что когда она устроила все это шоу, стала кричать, что вот тараканы у вас в помещении, прибежал охранник и сказал, что этого человека нужно задержать, поскольку пока вот она здесь истерила, он посмотрел камеры видеонаблюдения с торгового зала, и оказалось, что ответчик отклеила бумажную этикеточку на торте, открыла пластиковую коробку и туда в торт запустила тараканов из пакетика. Остальных тараканов она выпустила просто на полку. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Вот, эта вот гадость, она просто принесла в мой магазин. Это тараканы? Это настоящие тараканы. Вот все документы необходимы, диск тоже, пожалуйста. Передайте мне. А, да, вот. Диск. Тараканов тоже? Тараканов не надо. Обойдусь без тараканов. Протокол об административном правонарушении, что это такое? Это хулиганство. Дело в том, что когда ответчика задержали, приехала полиция, мы все вместе уже просмотрели камеры видеонаблюдения, и, естественно, полиция ей выписала штраф на полторы тысячи рублей. Но дело в том, что я уже после всего этого была вынуждена закрыть свой магазин на сутки для того, чтобы заняться дезинфекцией помещения. 200 квадратных метров на минуточку. Вы можете себе представить? И более того, ваша честь, я вынуждена была еще устроить акцию в своем магазине с 50-процентной скидкой для того, чтобы как-то вернуть своих покупателей. Да, потому что вот эти вот домашние стрепухи, как я их называю, готовы пойти на все, что угодно, даже тараканов таскать в магазин. А что такое домашние стрепухи? Объясните мне. Она занимается так же, как я, выпечкой кондитерских изделий. Ах, вот она в чем дело. Конечно, конечно. Но никаких гарантий качества у нее нет. Вот, поэтому у меня здесь все чисто. И покупатель... Как же чисто, если вон тараканы бегают? Послушайте, это не мои тараканы. И как вы докажете, что это не ваши тараканы? Камера видеонаблюдения с торгового зала. Ну ладно. Что скажете? Я сама признаю, что да, действительно, я подбросила этих тараканов. Ну, понимаете, это была уже... Это была мера... Ну, она довела меня просто. Она пригрозила, что она уничтожит мой бизнес. Это она абсолютно сейчас перевирает вот вообще суть нашего конфликта. Все было абсолютно по-другому. Я развелась, мне нужна была работа, и я оформилась самозанятой. Я люблю печь. Вот кондитерка это мое. Я начала печь дома. Тортики, там, пирожные, капкейки. И на свою беду еще оказалось, что мы в одном доме. У нее на первом этаже моего жилого дома, где я живу, ее магазин. Ко мне пошли клиенты, у меня все нейтральное, вкусное, ягоды, мед, орешки, все замечательное. Клиенты начали передавать друг другу мои контакты, номер телефона. То есть... И даже у меня чуть дороже, чем у нее. То есть это показатель. Люди стали покупать. Соответственно, у нее, по всей видимости, там, клиенты меньше стало их, чем у меня. И в один прекрасный день она приходит ко мне домой, стучит, закатывает, как она тут говорит, что я закатила истерику, закатывает она истерику и говорит, что она прикроет мой бизнес домашний и устроит вообще мне веселую жизнь. Ну, собственно, так и получилось. Через несколько дней по ТВ, местному телевидению, вышел репортаж про Санки Нормы и про вот таких кулинаров, как я, которые готовят на дому. Там какое-то жуткое начало было про какой-то подвал, где делают колбасу, какой-то колбасный цех, где бегают крысы, тараканы. А потом показывают мою дверь в лучших жанрах, в журналистских жанрах, как они любят эти вот расследования. Подходят с камеры, стучат. Я спрашиваю, кто. Ну, я в тот момент не открыла. Объясню, почему. Тогда я занималась просто генеральной уборкой. Ну, представьте себе женщину, которая... Да потому что, кому нечего бояться, тот открывает двери. Да я хоть сейчас могу показать свою кухню, она у меня стерильная, в отличие от твоей. двери открывают в своем доме тогда, когда хотят. Вот. Да. Понимаете, есть случаи, когда надо открывать, когда обязан открыть, но это не тот случай. Захотел, открыл. Захотел, закрыл. Дальше. Ваша честь, вот хоть сейчас придут, вот она моя кухня, вот замечательная, все стерильно. Я верю, верю, верю. Итак, вопрос-то не в этом стоит. В конце... Вопрос стоит в том, что с вас хотят взыскать 75 тысяч рублей плюс 9,5 тысяч рублей в качестве недополученного дохода, неполученной прибыли, это убытки, и 9,5 тысяч рублей за дезинфекцию помещений. Готовы вернуть? Нет. Почему? Потому что, как я уже сказала, я не согласна. Ну, вы же ведь это сделали. В конце, понимаете, в конце репортажа она появилась с претензией, что вот такие вот домашние кулинары, как я, она купила у одного из таких кулинаров, ну, а в нашем районе я одна такая, якобы на сайте Медовик, и отравилась им, что прям вот жить не могла. Да, и вы недели журналисты приезжала. Вот, видите, живая пришла, тем не менее, сюда, в суд. Румяная. Ну, даже, да, еще и румяная. Как бы претензий конкретно к репортажу у меня никаких, потому что мое имя там не прозвучало, но тень на мой бизнес упала. И от меня уже стали уходить клиенты. Изначально было так. Они стали уходить от меня, и открыто уже просто писали, что они боятся у меня что-то покупать, потому что вот был вот такой репортаж. Что никаких гарантий нет. Они боятся отравиться. Гарантия у меня всегда была, качество, и все были довольны. Вы как-нибудь юридически оформили свою деятельность? Да, я как сама занятая оформлена. Как сама занятая? Да. А подскажите, вот то, что вы печете пироги, булочки там, что-то еще, это должно быть как-то сертифицировано при продаже? Или это необязательные условия? Ну, насколько я знаю, что никак это не должно быть. Не должно быть. То есть вы считаете, что вы можете... По крайней мере, ни у кого у меня никогда не было никаких органов, ко мне претензий. То есть вы считаете, что вы можете продавать вручную, испеченную вашу продукцию, и не указывать на продукцию, на упаковке этой продукции, из чего сделано, сколько там калорий, и прочее, прочее. Ну, продукция, которая... Как я, как потребитель, если я решил купить вашу продукцию, получу информацию о том, что находится внутри? На моем сайте вся информация представлена. То есть есть у меня определенные тортики, где... Да написать можно все, что угодно. Ну, точно так же можно написать и на тех тортах, которые продаются в магазине. Вы мне отвечаете. Секундочку. Мне отвечаете. Итак, на сайте указано, как еще? Указано. Как еще? Ну, только на сайте, когда клиент заказывает, он... На сайте. Где, как вы осуществляете продажу этого товара? По телефону и, соответственно, по сайту. Вам звонят? Да. И вы доносите до дома или к вам приходят? Курьер, или по камне приходит, ну, чаще всего курьер. А торговая точка какая-нибудь у вас есть? Пока нет. Пока нет. Планировала открыть, но, как я уже сказала, клиентов я лишилась. Итак, вы не отказываетесь от того факта, что вы распространяли насекомых? Я не отказываюсь от этого факта. Я уже даже заплатила штрафом. Я съездить квитанции об этом. Но я не досказала, что после того, как вышел этот репортаж, и я лишила своих клиентов, я вот эту вот мадам встретила на улице. Она сказала, что это только начало. И впереди у нее еще весело мне будет. Я просто была в отчаянии, поэтому я это сделала. Вот что скажу. Я понимаю ваше разочарование. Я понимаю, что, видимо, недобросовестными журналистами были нарушены ваши права. Но заниматься самоуправством, распространять насекомых, тогда бы пришли бы, оторвали голову. Ну и что? Или взяли бы и подожгли, я не знаю. Ну разве можно это делать? Это же прямо запрещено законом. Я вам объяснила, что я была... Я понимаю, что я была в отчаянии. Значит, нужно в этой ситуации... Потому что это мой бизнес, это моя жизнь. Я вот этими вот тортиками живу. Я верю вам. Но в этой ситуации, значит, если вы совершили правонарушение, совершили проступок, нужно подойти, извиниться. Ваша честь. Что это такое? Тортик. Всю ночь пекла специально для вас. А там нет? Солнечный, с шоколадом, с апельсином. Ваша честь, я вас умоляю, не пробуйте. Это просто отравитесь. Замечательный, радужный. Попробуйте. Вы попробуйте, и вы поймете, что... Красиво выглядит. Это больше, чем многих слов, вот то, что мы здесь сказали. Только красиво. Ваша честь, не пробуйте. Я бы вам очень рекомендовала. Пробовать? Не пробуйте. Я отвечаю за свою работу. А вы знаете, а я попробую, пожалуй. Ваша честь, я отвечаю за свою работу. Отвечаете? Своим присутствием. Но у меня ваши все данные есть. Ваши все указаны данные, имейте в виду. Тем более. Хорошо. Суд удаляется для принятия решения. Ручайте свою работу. Вы не пожалеете. Прошу всех ставить. И торт возьмет с собой. Далее в программе. Это справка о доходах физического лица. 0,010. Так значит, он тунеядец, а не инвалид. Тунеядец. Женщина подобрала бомжа в подъезде, привела в порядок и сделала его своим любовником. Но почему же отмытый алкаш сбежал от нее? Узнаем в суде. Артистка просто какая. Я купила их в зону газет. А что у тебя на кухне? Я не знаю. Отменные качества вашей продукции, суд, руководствуясь полученными доказательствами, вынуждены удовлетворить требования в полном объеме, взыскать недополученную прибыль в качестве убытков 75 тысяч рублей с вас и 9,5 тысяч рублей, которые доказаны дезинфекцией помещения. Вам решение суда понятно? Понятно. Слушайте, дело окончено. Решение суда. Иск удовлетворить. За свои мерзкие поступки нужно платить. А ко мне мои клиенты вернутся, потому что я отвечаю за качество. С одной стороны, 84 тысячи платить, это, конечно, для меня много. Но, с другой стороны, меня радует то, что судья все-таки попробовал мой тортик и взял, и мои контакты есть у него. То есть это такая неплохая реклама для меня. Все-таки я неплохой кулинар. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Кто виноват? Она виновата. Татьяна. Она виновата. Если вы не можете вернуть свои деньги... Обещала мне все вернуть, а сам взял и помер. Негодяй какой. Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ты восемь раз изменил и заявляешь это в суде сейчас. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Наследуются и имущества, и долги. Как так? Вот так. Гражданский кодекс. Это бесплатно. Истец просит взыскать с бывшего сожителя неосновательное обогащение. Ответчик считает, что ничего не должен, так как с лихвой отработал все подарки любовницы. Слушаю вас. Ваша честь, я Вера Васильевна Пашинина. И с ответчика Федора Федоровича я хочу 50 тысяч за то, что я оплатила ему медицинские услуги по установке ему новой челюсти. Зубы вставили ему за мощью. Потому что я что, как бы я женщина-то одинокая. Ну так вот мне 50 скоро. Ну как-то вот у меня с личной жизнью не получилось. Ну вот, увы, вот и детей бог не дал. Ну что пойдет? Там уже 50. Спасибо. По-моему, у вас все впереди. Да, ну у меня, знаете, как бы требования большие вот мужчинам. Я уже, в общем, и отчаялась, думаю, ну и бог с ними, с этими мужчинами там как бы как-нибудь уже обойдусь. Вот. И вот три месяца назад, значит, иду я домой, к себе возвращаюсь, на пятый этаж раз влезаю. У меня там на ящике с картошкой там лежит, значит, существо. Не существо, а Федор Федорович Топлетин. Вонючий, вообще просто, ну бомж, реальный бомж, вот на самом деле. Лежит у меня, я, естественно, что волнуюсь, что он там что-нибудь сопрет или что-нибудь там сделать. Рядом было страшно стоять. Брат был на весь подъезд, вот реально. И, конечно, тогда я ничего такого не заподозрила. Просто у меня желание было одно его убрать вот подальше. Однажды сижу вечером, слышу кашель жуткий в подъезде, вообще прям страшно. Стены трясутся, думаю, сейчас этот там туберкулезник помрет у меня на ящике. Что я буду делать вообще, как бы с этим совсем там, участкового вызывать что? Выхожу, смотрю, вижу, человеку плохо. Хорошо, соседи. Плохо реально. Да там никому не надо ничего, я вас умоляю. Вот. И понимаю, что плохо ему реально прям вот, ну, видно, что прям в жар все горит. Ну, ладно, что, температуру померила? Ладно, думаю, чайку напою, как бы от меня не убудет. И что-то так потихонечку разговорились. И говорят, ну ты, мол, не бойся, я там не криминальный никакой, там не наркоман, ничего, все нормально. У меня просто вот, ну, Федор Федорович, вот мой паспорт, пожалуйста, смотри. Смотрю паспорт, в паспорте штамп стоит о браке. Я говорю, что ж ты, Федор Федорович, у тебя жена вроде есть. Что ж ты в таком плачевном состоянии тут скитаешься вообще-то? Он говорит, и начал мне историю такую рассказывать. Говорит, вот у меня там такая трагедия случилась. Жена умерла, значит, пять месяцев назад, инфаркт. Дочь погибла, значит, с мужем в автокатастрофе. Ну, плетет, плетет. Ну, я в бреду был, 40 градусов. Придумал, просто плел что-то. Я, может, там, как бы, и особо-то не поняла. Просто, ну, я понимаю, что человеку, как бы, ну, беда. Теща, говорит, выгнала из квартиры, квартиру продала, скитаюсь. Все, значит, такой вот исчастный. Ну, скитаюсь, правильно. Вот. И я так смотрю, думаю, ну, конечно, не принц, ну, как бы, между вами говоря. Но можно, в принципе, сделать из него человека нормально. Вот так очистить чуть-чуть там, как бы. И приступили. Ну, и игрушку захотел завести, а. В баню его послала, лекарства ему купила всех, сама уколы колола. И парикмахерскую одежду его купила. И все за ваш счет? Все за мой счет. Ну, у меня отсылок не было. За лекарства, вот, 4930. У меня написано там, в бане, там, 750, там, застрижка, 1000. Ну, это ладно, это еще полбеды. Учет ввели. Ну, я бугаться. Правильно. Правильно. Абсолютно верно. Я расходы записываю. И без всякой иронии. Потому что, ну, как бы, что, я человек одинокий. Мне приходится, как бы, ну, учить, вести учет. Поэтому вот, и что? Три месяца, значит, я его кормлю, пою. Ни слова не говорю, что там, не пойдешь, и ты, дорогой голубчик, там, поработать или что-нибудь еще, да. Ну, вроде все хорошо. Потом он через три месяца говорит, Вера, я хочу сделать тебе предложение. Ну, ты такая красивая женщина, я с тобой не могу пойти в ЗАГС, потому что у меня вот зубы такие, значит, плохие, там, все гнилые, челюсть там плохая. Может быть, ты мне поможешь, значит, вот, материально. А то, что там штамп. Ну, вот я и говорю, Вера, если он, как я мог, как я мог предложение, как я мог пойти в ЗАГС, когда там штампы вообще у меня жена есть. Так сделал предложение? Конечно, сделал, понимаете. А я как услышала слово замуж, я прям вообще все просто поплыла, просто поплыла, весь контроль потеряла, сразу я говорю, Федя, дорогой, да, конечно, да пойдем, завтра же пойдем, вот в эту боль клинику, там у меня знакомый доктор. Все посчитали, говорят, ну, со всеми скидками, вот, 50 тысяч будет под ключ, все, как бы, все отлично. Тут же вот договор вот на его имя заключили, но с карточки я платила со своей, ну, как-то так. Доказать это можете? Вот, пожалуйста. И все там, мы слепки сняли, все подготовили, и я уже, значит, в предвкушении, думаю, что, ну, вот, сейчас вот как бы будет мужчина-то как новенький, и уже пойдем, значит, заявление в ЗАГС подавать, и костюмчик, значит, присмотреть. Два дня осталось там вот до новой челюсти, и тут звонок, значит, в дверь. Женщина какая-то стоит. Это моя жена. Говорит, ну, тогда я еще не знала, что это ваша жена. Она просто, какая-то женщина приходит и говорит. А вот, а вот когда ходили? Ведь мерки снимали, там залезали врачи, там сантиметры просчитывали. Вы понимали, что это вам делают услугу? Ну, да, но это Верка настояла. Захотела, чтобы я был зубами, ну, что мне ее расстроили? Верка. Вот я тоже, ваше честь, не могу понять, да. Да, 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 истица, истица, да. Вот не могу понять, ведь вот как бы человек же понимал, что же он мне тогда-то не сказал? Ну, сказал бы, ну, типа, ну, прости. Ну, обидно. Обидно вообще не то слово, просто столько потрачено. И вот приходит, значит, эта жена его, так называемая, говорит, вот удерживайте моего мужа. А я даже не поняла сначала, что это про него речь, потому что, ну, я как бы уверена, что он в доверен. В похищении человека не обменили? Да, обменяет меня. А что я его там в батареи прикопала? Это жены до того, как моя жена объявилась, делали. Я, может быть, с Веркой остался бы. С истицей. Она заходит и говорит, Федя, пойдем домой. А он такой падает ей в ноги, говорит, прости меня. И уходят они вдвоем, значит. Так, а куда мне деваться? Я же люблю ее безумно. Ни слова не сказал мне. Просто вончик. Уходят с челюстью или без челюсти? Еще челюсть не поставили к тому моменту. Еще не было. Да, мы даже без челюсти делали. Да, да, да. И вот они, значит, ушли. И я два дня на кровололе, на нервике, понятное дело, потому что, ну, как бы, я же вообще не понимаю, что происходит. А потом думаю, что я теряюсь? Я же паспорт-то видел у него, где прописка там стоит. Пойду-ка, я думаю, схожу вообще, как бы, спрошу, потому что, ну, как бы, ну, так нельзя вообще поступать с людьми-то. Ну, просто это же невозможно. Да нехорошо. И прихожу, значит, и они с подъезда выходят с женой, уже, значит, зубами новыми такой блистает, значит, за мой счет купленными. Я говорю, ах ты вообще, зараза такая, как бы. Я-то что, тебе платила зубы с расчетом на то, что мы с тобой пойдем в ЗАГС? ЗАГСа нет, давай тогда возвращай деньги хотя бы. Уж я, как бы, с тебя не требую то, что я там на тебя, как бы, на все эти разносолы, так сказать, со своего одинокого кошелька. Ну, хотя бы за зубы верни, потому что, ну, обидно вообще, да слез, ваша честь. Ну, как же так-то? Человека достало буквально с того света. А он даже просто спасибо не сказал. Ну, вот сейчас спасибо, конечно. Итак, все ясно. Я вижу, что в исковом заявлении 50 тысяч – это неосновательное обогащение, и квитанция, и договор составлены на 50 тысяч, а вот те вот ваши расчеты – 4 тысячи, парикмахерское, что-то там. А это я все отработал добросовестно. Вот, это вот называется отработал, да? Я не взыскиваю, потому что, во-первых, у меня подтверждения не осталось, я просто фиксировала, то есть я не сохранила чеки. Во-вторых, ну, пусть будет. Ну, что ж, ну, я тоже же не зверь, да? Ну, как бы, я человека, как бы, кормила, пусть тем вроде по доброй воле. Да, по доброй воле. Итак, по доброй воле, все по доброй воле. Я расскажу, какая это добрая воля была. Она говорит, чтобы я не работаю. А как мне работать, если у меня уже сил не оставалось? Я на ней как жеребец, как хряк-производитель пахал. Все же, давай, да давай. И сама мне говорила, что... Что ж ты не жаловался раньше? А куда мне было деваться? Зачем вы это говорите? Вы считаете, что это место для обсуждения интимных личных отношений с женщиной? Ну, это, конечно, не место. Тут, конечно, мы извиняемся, но просто я не в силу... Я не извиняю. А вы знаете, какая ненасытная? Ну что ж, давай, да давай. Штрафую вас на пять тысяч рублей за нарушение порядка в судебном заседании. Поверьте, приставы взыщут. А у меня нечего, я бедный. Жена твоя, пускай, заплатят. Взыщут, взыщут. Даже не сомневайтесь. Продолжайте. Вот, а мне просто делать бы ничего не оставалось, как проститутом работать, честь позорить. Да ты бы просто сказал бы мне, что... Ну, ну, а собрал один раз, а потом... Ну, а так бы мне и поверили, а то я мало бомжевал, и от вас людского рода не натерпелся один. То есть вы признаете, что вы проститут? Ну, меня таким сделали, да еще, да еще деньги. И вот эти 50 тысяч рублей, это оплата за ваши услуги. Так? Ну, нет, почему я все делал по доброй воле, лишь бы жизнь спастись. Я на улице оказался, меня жена выгнала. Даже не за измену, а за попытку. В пьяном виде была попытка, и в результате за такую невинную шалость она меня вышибла на улицу. Вы понимаете, там какая штука вышла? Я живу с женой Гарри уже 20 лет в счастливом браке. И тут получилась такая вот, ну, глупая ситуация, что она меня выгнала. К ней приехала подружка на неделю погостить. Подруга детства. Потом жена ушла в магазин, мы остались с подружкой. Пьяненький я был. Ну, на подружку я полез. Ну, что, алкоголик? Ну, выпил на радостях. Ну, что, даже и кошка... Подружка приехала. Как не выпить? Ну, да, да, надо же. Никто не по-русски, как это получается все это. Вот. Ну, выпил я полез на подружку. Эту дуру мне все равно не дала. А жена, она, значит, деньги забыла, вернулась. Ну, увидела эту картину, ну, и меня и подружку выгнала. В результате не подружка. Видите, Ваша честь, он за женщинами пользуется просто, вот, всю жизнь пользуется, видимо. То женой, то подружкой жены, и то мной. Ну, и так. Вы вернулись в семью, жена вас простила. Да, было такое дело. Нет, нет, жена меня простила потом. После того, когда простила, Ваша жена, Вы пошли в больницу, И вот по основанию, на основании вот этого договора, Получили челюсть свою? Получил. Было дело, отрицать не буду. Но я подумал, что, добро-то пропадать. Так деньги надо вернуть, и все? Это нет, я человек порядочный, Мне чужого не надо. Ну, вот единственное, что я же говорю, У меня справочка, я не работаю, Я деньги вернуть не надо, Но я могу, Но я потом ей отдам, При свидетелях я ей отдам зубы, И пускай... Да зачем мне твои зубы, что я с ними буду делать? А что у вас за справка там лежит? А это что, я инвалид, И мне работать не положено. Передайте-ка мне. Ничего, да, пожалуйста. То есть, мало того, вы еще и инвалид. Инвалид. Так зачем вам такой инвалид-то был? Да кто же знал, что он инвалид-то? Я уж вообще не знаю, что это за справка, Может, она липовая. Так-то, когда отмыли, Инвалиду не казался. А я скажу, что это за справка. Это справка о доходах физического лица. 0,0 десятых. Во. За последние три года. Ну, так значит, он тунеядец, а не инвалид. Тунеядец. Тунеядец. В ней не сказано, что инвалид. Ну. И документов об инвалидности Отвечет не представит. Ну, я не могу работать. Отвечет не представить. Я не могу работать. Нет. И не хочу. Не могу. Ну, работы такой нет для меня. Итак, деньги возвращать не собираетесь? Ну, я зубы отдам при свидетелях. Ну, тут неудобно. Тут выниматель. Зачем, Вере Васильевне, ваши зубы? Ну, как на память. На память? Да. Вы шутите здесь? Не, ну, почему шучу? Или это ирония? Это что такое вообще? Ну, зубы сделаны. Ну, куда было девать? Ну, я отдал их себе. Могу кому-нибудь еще отдать бомжу. Да каждый мужчина должен достойно себя вести прежде всего. Ну, у меня нет денег. Я не могу работать. А при чем здесь? Нет денег. Не можете работать. Не пользуйтесь женскими услугами. Удаляется суд для принятия решения. Так вот, Федор Федорович, что я вам скажу. Суд пришел к выводу о необходимости взыскания с вас 50 тысяч рублей и иск удовлетворен в полном объеме. Решение суда понятно? Понятно, Ваша честь. Окончено слушание дела. Решение суда. Иск удовлетворить. Ну, вы понимаете, я, с одной стороны, конечно, довольна решением суда. Спасибо большое. Но, с другой стороны, очень грустно, потому что вот уже веру я в человечество и в мужчину потеряла окончательно. И вот и думаю, как бы и надо, но оно мне каждый раз вот такое вот с мужчиной какие-то отношения заведешь, а потом ходи по судам, как бы и деньги свои осуживай. Как-то, наверное, это не очень интересно. Меня, нищего человека, бедного, присудили за что? За то, что она сама, сама мне сделала по своей инициативе. Я ничего не просил, а теперь мне обратно на улицу только бы в животике осталось. Очаровательные девушки делают из мужчин банкротов. У меня очень сложная финансовая ситуация. Так это твои проблемы. Нам нужно затраты немножко сократить. Ну, сокращай. Лучшие друзья занимают и не возвращают деньги. Антон, ты меня режешь просто вживую. Инструкция, как не стать жертвой. Он просто ищет какого-то лоха, чтобы поймить денег. От Дмитрия Агриса У вас был два варианта. Цивилизованный и преступный. Вы выбрали почему-то преступный. И Николая Бурделова. Суд определит, кто винуен. Дела судебные. Деньги верните. Смотрите и запоминайте. Деньги верните.